Трик-а-трит, трик-а-трит, give me something good to eat. Ммм, во что же мне одеться на Хэллоуин? Кто у нас самый страшный? О, точно. Оденусь в плохую училку. Теперь от меня точно все в ужасе бежать будут. Это рубрика Handy Hacks, но Настя сегодня не будет. С вами буду я, плохая училка. Я расскажу вам про 5 способов, как снизить мотивацию ваших студентов, разбить их мечты и сделать все, чтобы они никогда не заговорили на английском языке. Погнали! Вот прям сразу, как они пришли на занятия, надо начинать проходить новый материал. И запомните, объяснять все нужно с самого начала, максимально сложными словами. Вот прям чем больше правил, тем лучше. Английский можно выучить только если запомнить все случаи употребления future perfect continuous на первом уроке, в первом классе. Пусть занятия они уходят морально опустошенными, и с пониманием того, что сколько бы они ни учились, у них никогда не получится заговорить на английском. Ну признайте, заговорить без высшего лингвистического образования невозможно. Создайте такую атмосферу, чтобы они даже боялись задать вопрос, если они чего-то не понимают. А если кто-то все-таки дерзнул спросить у вас, что же такое инверсия в утвердительных предложениях, посоветуйте этому бездарю нанять репетитора. А если вы и есть репетитор, скажите relax, не дано так не дано. О, вот еще мое любимое. Задайте им вопрос на какое-нибудь общее знание, ну например, кто написал приключения Геккель Берифина. И если никто не ответит, то сделайте такое лицо. О, shame on you. Стыдно, стыдно такое не знать. А теперь homework. Задавайте много домашнего задания, и никогда, никогда не проверяйте, и не оставляйте своего feedback. А если все-таки оставляете, то make sure it's negative. А еще задавайте побольше письменных работ, проектов, загружайте их по полной. Если вам лень готовиться к уроку, не проблема. Просто проверяйте домашние задания и все занятия. И гнобите, гнобите, гнобите. Атмосфер. Ваша задача создать атмосферу соревнования, а не сотрудничества. Будьте непредсказуемы. Сегодня вы их ругаете, а завтра за это же хвалите. Они не должны знать, что вообще от вас ожидать. А если вы работаете в государственной школе, то еще лучше. Ставьте двойки отличникам, а двоечникам ставьте пятерки просто за посещение. Пусть они тихонечко на задней парте поиграют в телефон. Повышайте на них голос, критикуйте, будьте всегда в плохом настроении, и отвращение к вам перейдет на отвращение к английскому языку. Ведите занятия исключительно на русском языке. Они вам там что-то робко пытаются шептать на английском, а вы их пресекаете, говорите на русском, мы в России в конце концов живем, пусть в своих интернетах по-английски разговаривают. И пересказы всякие, и домашние чтения, пусть все будет про русский быт, про Добрыню Никитича, про Юрия Долгорукова, про Репку, в конце концов. И никогда, слышите, никогда не включайте им аутентичную речь, только на контрольных, чтобы они ничего не поняли. А что касается разговорной речи, то вообще забудьте про это. Пусть зубрят Шекспира и Эдгара По. Ну а если вы все-таки решили поговорить с ними на английском языке, то действовать нужно по следующему принципу. Запоминайте. Исправляйте все их ошибки сразу, прямо во время речи. Не дайте им закончить свою мысль. Второе. Используйте сложные выражения и обороты уровня С2. Пусть знают. Who's the boss? And number three. 99% разговора должны занять вы. При оживленной дискуссии перебивайте. Перебивайте. Чем часть, тем лучше. Развлечение. No games. Только грамматика. Только зазубривание правил и слов. Только хардкор. Правила чтения и произношения тоже не надо повторять. Пусть так попробуют выучить. А еще хороший вариант. Каждый урок начинать с новой темы, не повторяя и не закрепляя предыдущую. Из развлечений ваш вариант – это просмотр Шерлока. В оригинале. Без субтитров. А потом дайте им тест. Вопросов так на сорок. Без вариантов ответа. Никакого вам выхода в живое общение и никакого вам Ну что, все запомнили? Ничего себе, вот это костюмчик. Теперь от меня точно все все бегом бежать будут. Но зато теперь вы точно знаете, как делать нельзя. Советы, конечно, жуткие. Сама испугалась. А как вы думаете, что еще ни в коем случае нельзя допускать на уроках английского языка? Оставляйте свои ответы в комментариях. А теперь мы готовы объявить победителя нашего конкурса Sing Along из прошлого выпуска. Выиграла Джейн Кассинова, которая оставила первый комментарий с песней Imagine Dragons, Natural. Песня действительно очень интересная, потому что она содержит необычные выражения, такие как Ну и так далее. Поздравляем вас, Джейн, и подписка на Storytel ваша. На этом не все. Если вам понравилось мое видео, оставляйте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. И присоединяйтесь к нашей дружной команде Skyeng Teachers. Bye! Вот так надо учить их английскому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...